Вооруженная группа, неподчиненная центральному командованию, это понятно сам по себе уже сценарий вооруженного мятежа. Установка на стабильность, она не приведет к победе, потому что она сама по себе защитно-оборонительная. Соответственно, придется в случае реально таких событий менять главную стратегию. То есть делать установку не на консолидацию стабильности, а установку на реформы. И в этом случае национальный лидер становится не гарант стабильности, а он становится спасителем отечества. Это совершенно другая политтехнологическая роль, которая подразумевает конфликты, которая подразумевает жесткие действия в столице. И напоминаю, что президент постоянно говорит, что специальная военная операция, она вообще говоря не про Донецк и Луганск. У нее цели связаны с суверенитетом. Напоминаю, суверенитет это Москва. Для того, чтобы ослабить Индию, англичане создали проблему Индию, Пакистан, плюс Булгангадеш. Для того, чтобы ослабить нас, создали проблему Россия, Украина. Для того, чтобы ослабить Китай, создали проблему Тайвань, Китай. Но это, как бы, американцам плевать на этот Тайвань. Так же, как плевать на Украину. Это очевидно. Что делать для того, чтобы не допустить готовящегося американцами госпереворота в Россию, о чем сказал Сергей Лавров сегодня? И вот на кого, на ваш взгляд, они могут делать ставку, если это, скажем, те же так называемые рассерженные патриоты? Их могут использовать в темную, но ведь могут быть и внедрены в информационное пространство агенты, которые под видом радикальных патриотов будут вести борьбу на разрушение. Да, я согласен с вашими экспертами, которые говорят о том, что будет ставка на них. И, ну, во-первых, хотел бы сказать, что в условиях военных действий, в принципе, маловероятен именно классический Майдан. Скорее, это будет попытка вооруженного переворота. То есть это будут подготовленные люди, потому что, ну, в условиях, кстати, военных действий, там можно всегда ввести и военное положение, и особое. И там будет просто силовой метод подавления этих выступлений, скажем, на корню, да, еще до того, как они появятся на какой-то серьезной площади. Для этого есть все технологии. И самое главное у государства для этого есть право в условиях военных действий. Поэтому, скорее, это госпереворот. Госпереворот или мятеж подразумевает работу в элитах, конфликт элит. Это сам по себе, это элитарный способ смены власти. И я полностью согласен, его как бы идеологическая надстройка, она, американцы планировали именно ставку на патриотов. Почему я об этом говорю? Ну, вообще-то они это планировали лет еще 15 назад. Вот у них есть такая программа подготовка лидеров России. Эту программу она официально, ее прошло из России 84 тысячи человек. Они подробно, выпускники этой программы, рассказывали. Ну, например, так вот программа в политической части отбирает в России патриотов. Я просто напоминаю, кто сам говорил о том, что проходил такого рода программу или близкую к ней. И, так сказать, очевидно, что это из стано патриотических лидеров. Ну, например, об этом говорил Михеев, Прилепин, Маргарита Симоньян, Петр Толстой. Навальный, кстати, последние перед арестом там несколько недель вдруг резко стал патриотическим православным, если помните. То есть это четкий расчет политтехнологов Вашингтона. И они в эту среду заранее... Вот что такое шпионы? Шпионы – это всегда патриоты. Вот просто посмотрите речь Вышинского в колонном зале Союзов, когда он разоблачал шпионов в период там 37-го года, например. Очень хорошая речь. Она вроде бы, ее на нее редко ссылают. Там прямо говорится, вы все маскируетесь под двойных, под тройных патриотов. Так что ничего нового здесь нет. И американцы эту технологию знают не хуже. Поэтому я бы не сказал, что это в лидерах будут искренние патриоты. Это будут именно шпионы, которые ведут патриотическую риторику, которые имеют элитарную поддержку, которые имеют поддержку средств массовой информации и социальных сетей, контролируемых Соединенных Штатов Америки. Привет Ютубу, который так никто и не смог, так сказать, конфисковать или что-то с ним сделать. Да на самом деле и Телеграм и все остальные, они просто добрые и злые полицейские. Но они все находятся под юрисдикцией иностранных государств под контролем США. Своих-то у нас практически нет. И вот этот момент, он будет ключевой здесь. Плюс деньги, плюс манипуляция через санкции элитами и постановка перед ними условий их существования, использования имущества и всего прочего. Так что формат достаточно понятен. В нем обязательно будет вооруженная компонента. Именно поэтому мы так внимательно все отслеживали и, откровенно говоря, выдохнули, когда вот разрешился конфликт некоторых, так сказать, добровольцев с Министерством обороны, что они все-таки приняли решение о подписании контракта, а не... Иначе бы это было понятно формально, я говорю юридически формально, вооруженная группа, не подчиненная центральному командованию, это понятно сам по себе уже сценарий вооруженного мятежа. Так что вот за этими вещами надо самым внимательным образом отслеживать через инфраструктуру армии, это политработники, значит, особые отделы, прокуроры, трибуналы, так сказать, вся система кадрового строительства. Не случайно сейчас там Путин, помните, кулаком по столу ударил и пытается навести там порядок именно с точки зрения того, чтобы там не было не встроенных контрольно-вертикальную систему вооруженных людей в стране. Чего было до этого, в общем-то, все полтора года специальной военной операции. Так что это понимание есть, и под это понимание, собственно говоря, планируются государственные действия, чтобы американцы не сумели это сделать. Кстати, об этом говорил не только Лавров, об этом, например, говорил и бывший руководитель ЦИРУ, Соединенных Штатов Америки, Патриус, по-моему, или как-то так, который прямо говорил, что да, мы готовим госпереворот в России, и Майдан в России, это наша задача, которая перед нами поставлена руководством Соединенных Штатов Америки. Так что эту задачу они... Ну и самое главное, надо понимать роль национального лидера и главнокомандующего во время этих событий. Вот сейчас установка на консолидацию и стабильность, она очевидна. А установка консолидации стабильности или установка осажденной крепости не подразумевает вообще конфликта в элитах. То есть как бы все хорошие, даже которые не очень хорошие, как бы, они все равно хорошие, им и дается шанс и так далее. А в этом случае, ну, эта установка на стабильность, она не приведет как бы к победе, потому что она сама по себе защитно-оборонительная. Соответственно, придется в случае вот реально таких событий менять главную стратегию, да, то есть делать установку не на консолидацию и стабильность, а установку на реформы. И в этом случае национальный лидер становится не гарант стабильности, а он становится спасителем Отечества. Это совершенно другая политтехнологическая роль, которая подразумевает конфликты, которая подразумевает жесткие действия в столице. И напоминаю, что президент постоянно говорит, что специальная военная операция, она вообще говоря не про Донецк и Луганск. У нее цели связаны с суверенитетом. Напоминаю, суверенитет – это Москва. Соответственно, вот в этом плане мы с вами должны понимать, что именно здесь будут в конечном итоге решающие события, которые, собственно, приведут к победе специальной военной операции. А военная компонента, она у нас, очевидно, больше, если сопоставим, вообще полностью с НАТО и с американцами, с учетом ракетных войск, стратегического назначения ядерного сдерживания. Поэтому в военном отношении вообще не вижу никаких проблем для победы. Но вот проблемы в политике и суверенитете, они не позволяют включить, собственно, сценарий быстрой победы. Я знаю, что вы часто встречаетесь с делегациями из Китая, обсуждаете различные вопросы. Вот на ваш взгляд, да, вот пойдет ли действительно США и Китай сейчас на сближение? Потому что если посмотреть китайские телеканалы, послушать лидеров, которые высказываются очень часто в геополитической ситуации, то они всецело поддерживают Россию в борьбе против гегемонии США. И, в общем-то, вот на ваш взгляд, те заявления, которые были сделаны на встрече с Блинкиным, насколько они реальны, да, и лежит ли что-то, скажем так, стоит ли переживать России, да, о том, что Китай на такое сближение пойдет с США? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать вообще главные форматы, да, то, что сейчас происходит. Идет борьба за мировой порядок. Американцы, естественно, защищают порядок однополярного мира, который у них с 91-го года, и который, по сути, есть в Американской империи, в которой все содержат иностранные государства. Например, Россия, обратите внимание, Владимир Путин на форуме питерском говорил о так называемых покупательной способности, да, приоритет покупательной способности России. Так вот, Россия потребляет полтора процента мирового ВВП, а производит три. То есть мы кормим другие страны мирового рынка, в том числе США. Так же, как и Китай и так далее и тому подобное. Соответственно, их задача защитить мировой порядок. Для этого они создали проблемы. Кстати, классика. Например, для того, чтобы ослабить Индию, англичане создали проблему Индия-Пакистан плюс Болгардеш. Для того, чтобы ослабить нас, создали проблему Россия-Украина. Для того, чтобы ослабить Китай, создали проблему Тайвань-Китай. Но это, как бы, американцам плевать на этот Тайвань. Так же, как плевать на Украину. Это очевидно. То есть они создают эти проблемы, чтобы впоследствии их использовать для торга. И больше не для чего. Соответственно, что сделал сейчас Бринкен в наглую? Он приехал в Пекин и сказал, предлагаю обменять Россию на Тайвань. Вот суть его предложения. Соответственно, теперь китайцам сказано, меняйте тактический успех, а восстановление с Тайванем это тактический успех, на стратегическое поражение, потому что очевидно, что тот, у кого сила, тот главный. А у России посильнее будет Китая с точки зрения военной компоненты, с учетом стратегического ядерного оружия. Все-таки у Китая стратегов меньше, чем у России, где-то в 5 раз они не могут уничтожить США, а Россия может. Соответственно, вот это планируется в 5 раз, а на самом деле еще меньше, там около 150 зарядов, у России 4 тысячи. Соответственно, задача какая, Блинкина? Обмануть китайцев, продать им Тайвань за Россию, втянуть Китай в конфликт с Россией, перекрыть границы, чтобы мы не могли торговать через Китай. А сегодня Китай и Турция, по сути, единственные окошки в мире для нас. Ну, Иран еще в каком-то степени, но там логистикой проблемы. И за счет этого победить Россию, а потом уничтожить Китай. Вот китайцы понимают это, да, могу сказать уверенно, мои общения с ними, они прекрасно понимают эту стратегию. Другое дело, что все-таки у американцев довольно много рычагов давления на Пекин, внутри него, они выстраивали всю китайскую экономику. Китай же сделан американцами, никто же это не скрывает. Они вывезли туда всю свою промышленность. Сейчас они хотят возвратить, не факт, что хотят, они скорее хотят удержать контроль, то есть быть заводоуправлением, в котором ничего производить не нужно. Все делают за тебя подчиненные тебе цеха. Вот стратегия Соединенных Штатов Америки. Я не думаю, что китайцы все-таки с учетом их исторической мудрости пойдут на этот обман. Вот я это не думаю. Но мы поймем это в ближайшие несколько месяцев, действительно, какая будет политика. Тянется ли Китай в санкционную политику против России или не втянется.